Друзья, Kia Rio X современный, бодрый, достаточно привлекательный и относительно надежный автомобиль. Я в этом смог убедиться за небольшой срок владения таковым. Но сейчас речь пойдет о дополнительных опциях, которые вы в любом случае должны будете приобрести вместе с приобретением автомобиля. И чем богаче комплектация, вот эта комплектация предпоследняя, престиж, тем этих опций будет вам навязано больше. Как бы вы ни козыряли знанием закона о защите прав потребителя другими законами, ну что-то типа приобретение одного товара не должно сопровождаться обязательным приобретением другого. Бесполезно. Чем богаче комплектация, тем больше опций будет вам навязано. Но количество опций и их стоимость можно снизить. Это делается переговорами. Долгими переговорами мы с нашим менеджером дилера чуть ли не породнились. Уже там на словах на дачу друг к другу на шашлыки ездили, делились где путешествовали, насколько большие у нас семьи и так далее. И все-таки нам это удалось. С 200 тысяч рублей дополнительных опций мы снизили стоимость до 110 тысяч рублей. Вот такие опции мы купили, выбрав их. И я сейчас их немного прокомментирую. Защитная сетка в решетку радиатора, в бампер. В принципе, полезная вещь. Ловит все мушки, потом не приходится керхером вымывать из ячеек, из сот радиатора таковых. Некоторые говорят, что серьезно сзурняет охлаждение двигателя. То есть поток воздуха сильно уменьшается. Я не замечал, что какие-то проблемы с двигателем и с охлаждением. То есть не могу это подтвердить. Все замечательно работает. Мушек собирает, керхером вычищается. Дальше. Автосигнализация Pandora. С приложением, с сим-картой. То есть я из любой точки земли могу завести машину, где есть интернет. Стоит это примерно, я кладу 100 рублей где-то раз в два месяца. Меня вполне устраивает. На втором автомобиле у меня сигнализация с дистанционным запуском с брелка. Ну вот, за углом дома уже не работает. А здесь из любой точки, где бы вы ни припарковали автомобиль, спокойненько его заводите. Из метро едете, да, там, видите, пять остановок осталось до парковки, до выхода из метро. Завели, пришли, сели в теплый автомобиль. Шикардос вообще. Так, антишум. Хрень полная. Что с антишумом, что без антишума. Автомобиль шумный. Защита катера. Полезная вещь, конечно же, полезная. Коврики салона багажного отделения фирменные. Ну, собственно, вот они. Тоже полезная вещь. Не нужно там ничего мудрить в магазинах. Хотя я бы их купил, конечно, подешевле, чем 6000 рублей, но тем не менее. Шины Кордиан. Друзья, Snowcross. Шумная резина, но гребет, держит дорогу, держит колейность. Из колеи тоже выезжает нормально. Единственный минус этой резины – шумность. На скорости 60-70 километров вы ее реально слышите. Ну, если, конечно, не работает музыка в машине. Поэтому я делал отдельный ролик. Будет ссылка в описании к этому ролику про шины. Посмотрите. Ну, в принципе, рекомендую ли я их. Да. Мне нравится, как они ведут себя зимой. Так. Ну, и, в принципе, и все. Вот на 110 тысяч. Конечно, если бы я делал каждую из этих опций по отдельности, я бы уложился там, ну, может быть, в 50-60. Но я их купил. Ну, никак по-другому нельзя было приобрести этот автомобиль в короткие сроки, такие, какие, ну, скажем так, мне были необходимы. Я бы с удовольствием, друзья, купил бы у дилера или у автопроизводителя органайзер. Знаем, что очень мало места в багажнике под различные приспособления, насосы, там, инструменты и так далее. И все это, пока я не установил вот этот органайзер, валялось по багажнику. Блин, как же классно стало с органайзером и с усиленным дном. Дно родное, как вы знаете, просто из орголита. Кирпич туда положишь и продавится. Вот этот пол от Автомечты. Сейчас я вам все продемонстрирую. Тоже ссылка на него будет в описании. Ну, шикарно. Посмотрите, как выглядит багажник. И причем у меня все есть. И знаки аварийной остановки, и насосы, и инструмент, и жидкость омывайки, и огнетушитель. Все есть. Но вот так выглядит мой багажник. Итак, открываем. Хоп. Так, ну, лифт пошел. Пошел. Вот эту. Удаляем штучку. Она может использоваться как стол. К ней есть даже ножки. То есть можете использовать на пикнике ее. Так, давайте ее уберем в сторону. Вот, посмотрите, как у меня все в багажнике расположено теперь. Провода для прикуривания, насос, аптечки, зеркало все никак не могу с камеры поставить. Окей. Щеточка. Все аккуратненько упорядочено. Надо вам попасть туда, где лежит запаска. Смотрите, как мы делаем. Просто берем и вот так открываем. Хоп. Все. И попадаем туда, где лежит запаска. Ставим упоры. Я пока подержу руками. Вон упоры. Вот они. Раз. И два. И у вас запасочка. Шикарненько. Шикарненько. Усиленный пол. Это влагостойкая фанера, которая обита карпетом. Карпет это один из самых лучших материалов для обивки салона. Экологически чистый. Очень легко моется. И еще является дополнительной шумоизоляцией. Ну, просто класс. Оставлю обязательно на этот органайзер ссылку в описании к ролику. Я очень доволен. Очень, друзья. Все подогнано. Все четенько. Смотрите. Никаких зазорчиков. Все прям до миллиметра рассчитано. Они сканируют каждую машину, для которой делают органайзер, с помощью 3D-сканера. И потом на станке с ЧПУ делают вот эти части. Все собирается элементарно. Ну, опять же, оставлю ссылку на ролик. Я вот за час все собрал. Все уложил. Все здорово. Даже можно здесь, видите, вот эти ячейки. Убирать. И ставить как вам угодно. Какой угодно размер. Вот здесь, внутреннего пространства. Все шикарненько. Потом берете, закрываете. Все это на газлифтах. Раз. Все. И вот эту крышечку. Так, давайте мы ее поставим. Все, одной ручкой можно делать. Все, поставили. Да, и самое главное, друзья. Самое главное, что когда вы ставите такой органайзер, перестает вам портить отдых в машине. Вот эта ступенька. То есть сейчас у меня одна плоскость. Сейчас я вам даже продемонстрирую это. Когда заднее сидение, заднее сидение складываешь. Видите? Нет ступеньки практически. То есть одна плоскость. Прошу с сидением. И можно спокойно ночевать в машине при путешествиях. Что очень-очень хорошо. Вот так, друзья. Надеюсь, ролик был информативен, понятен и полезен. Спасибо за внимание. Kia Rio X. Действительно хороший городской автомобиль. с заявкой на хатчбэк. Но, конечно, хатчбэком не являющийся. Достаточно с высоким клиренсом. Ну, в общем, посмотрите. Другие наши ролики. Все в описании к этому ролику. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok